МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессиональный синдром эмоционального выгорания это примета нашего времени. Этой весной Всемирная организация здравоохранения включила его в 11-й вариант международной классификации болезней. Хронический стресс на рабочем месте, который не был успешно преодолен, вот главное определение. Как он возникает и к чему приводит, обсудим сразу после сюжета. Пепел после фейерверка, паралич эмоций. Синдром эмоционального выгорания это реакция на чрезмерное напряжение. На работе прежде всего дедлайны, отчеты, планерки, объяснительные. Из-за них-то и разгорается пламя эмоционального выгорания. Люди, чьи профессии связаны с общением с другими людьми, особенно незнакомыми, сотрудники МФЦ, налоговые, продавцы, журналисты. Подвержен СФ. Это аббревиатура синдрома больше других. Ксения Макарова 9 лет отработала в любимой компании, снабженцем. Да на тебе пахать надо, думала про нее начальство. И она пахала, выносливо, педантично и самоотверженно. От стола к принтеру, от принтера к начальнику, от начальника опять к столу. Этот цикличный путь стал для нее безысходным. Я просыпалась утром, и это не выдумка, я говорю вам честно, то, что есть. Я не могла почистить зубы, потому что меня тошнило. Просто, то есть, меня реально подташнивало от того, что ты должен туда идти. Ты не хочешь, но ты должен. Ксения сложно, но приняла решение уволиться. И дала себе возможность просто спать до обеда, просто молчать и даже не подходить к компьютеру. Съездила в отпуск на месяц, чего раньше себе не позволяла никогда. И только спустя пять месяцев поняла, что готова обновить резюме. Я, конечно, очень переживала в связи с поиском работы. То есть, это такие полтора месяца сейчас у меня поиска концентрированная. То есть, это три-четыре собеседования в день, и так неделя за неделю, за неделю. Но постепенно приходит осознание, что все хорошо, предложение есть, спрос все равно есть, безопасность есть. И отпускает. Кто-то скажет, что не может себе позволить вот так месяц в отпуске без заработка. Дети, кредиты, оплата ЖКХ. Тогда нужно себя хотя бы разгрузить дома и на выходных. Не думать о работе, не говорить о ней. Ведь эмоциональное выгорание, говорят психологи, это первый шаг к депрессии. А это уже не просто термин, а заболевание. Я приветствую студию 1, ЛЕН-ТВ 24, наших гостей. Сегодня это врач-психотерапевт Дмитрий Кавпак и фитнес-тренер Алексей Агей. Здравствуйте. В нашей группе в социальной сети ВКонтакте мы спросили пользователей. Эмоциональное выгорание – это отговорка, которой люди прикрывают свою лень, или реальная проблема 21 века. Поэтому, пожалуйста, заходите, голосуйте. Подведем результаты буквально в конце нашего эфира. Также мы хотим спросить вас, стоит ли включить в медицинскую помощь пострадавшим от эмоционального выгорания в систему обязательного медицинского страхования. Если вы согласны, звоните по телефону 8 800 5 11 72 64. И если вы так не считаете, если вы против этой инициативы, 8 800 5 11 72 65. Звонок бесплатный. Звоните, принимайте участие. Давайте обсуждать всем миром, все вместе, что это такое. Вот действительно, давайте разбираться в терминологии. Что такое синдром эмоционального выгорания сегодня? Потому что 20 лет назад, 30 лет назад слова такого не было. Все как-то знали про стахановское движение, и никого это не беспокоило. А мы сегодня какие-то другие стали, особенные? Этому слову больше, чем 30 лет. С 1974 года существует термин Бернаут-синдром, описанный Гербертом Федденбергером. Оно не было популярным, не было настолько популярным, как сегодня, не было известным широким массам. Но специалисты им пользовались. Четко как раз описывая с помощью термина специфику набора симптомов, которые он из себя представляет. Потому что это не заболевание, не диагноз в классическом варианте, а именно набор симптомов. Синдроматика. Вопрос-то простой. 30 лет назад наши мамы, бабушки и папы, они знать не знали, шли на завод к станку, собственно, возвращались, делали работу по дому. И, в общем, возможно, у них это и было, но, видимо, не знали, как называется. Но варианта обращаться за медицинской помощью, ну уж близко не было. Чего же мы такие слабенькие? Ну, раньше и обращения за депрессией, и за тревожными расстройствами не было. Это не значит, что их не было. Они были всю историю цивилизации. Такая проблема была всегда. Если их не признавали, не значит, что этого не было. Вот так, да? Ну, хорошо, давайте тогда будем разбираться уже понятийно. Да, да, мы все привыкли в реальной жизни друг другу похлопать по плечу и сказать, эй, соберись, тряпка, что-то приуныл. Не рабочая схема, нет? Это так же, как в случае депрессии. Насколько она будет рабочей? Не знаю, врач вам виднее. Если вы с депрессией скажете, ну, не грусти, он скажет, спасибо, что объяснил, а я думаю, чем заниматься. Поэтому вряд ли это будет работать, потому что если бы человек мог не выгорать, ему не требуется просто предложение не выгорать, он бы не выгорал. То есть есть некие причины, из-за чего он выгорает. А что, что, что? Давайте обсудим причины. Вот к вам в фитнес приходят люди и говорят, у меня синдром профессионального выгорания. Или как? Или это вы сами, как тренер, понимаете, что клиент-то, в общем, не без этого? Ну, в моей практике не было людей, которые приходили и говорили, что вот у меня вот эмоциональное выгорание. Как правило, это заметно, это особенно видно у людей, которые уткнули свой потолок в работе, у которых нет никого личностного или профессионального роста. Которые уже выполняют свою работу всегда на автомате, им уже это неинтересно, они не совершенствуются. Ну, подождите, я понимаю логику. Вот сама там понимаю, что много-много-много работы, значит, что нужно ходить в зал, встал на дорожку, выключил голову, и, в общем, понятно, развлекаешься, собственно, с железками, и в этот момент голова отдыхает. И, ну, как-то хандра проходит. За счет чего? Что работает? Просто дело в том, что за счет занятий спортом нормализуется гормональный фон, увеличивается количество эндорфина, то бишь гормона счастья, и человек становится лучше. Ну, у нас сейчас утренний дневной эфир, я бы поговорила, что есть еще другие варианты, да, решения этих задач. Ну, хорошо, зал так зал. Насколько, на ваш взгляд, очевидна тенденция, что люди с психологическими проблемами приходят в зал как раз для решения не сугубо практических задач, а задач психологического свойства? Как правило, люди приходят в зал, чтобы докачать попу или пресс. Вот, золотые слова. И тогда давайте все-таки к диагностике. В каком случае, какие симптомы человек должен для себя отметить, чтобы уже пойти к врачу, поняв, что это не просто осенняя хандра, а действительно какое-то медицинского свойства подход нужен? Еще Фриденбергер, соответственно, описал триаду. Это три таких основных симптома или три набора, из которых складывается этот синдром бернаута, профессионального или эмоционального выгорания. Первое – это истощение. Но он не специфический, потому что истощиться можно после гриппа. Ну, в смысле худеем или что? Нет, не в плане потери веса. В каком давайте переводить? В плане остыни, упадка сил. А, психический синдром. Кира Муратова. Кто не видел фильм, рекомендуем. В общем, это как инструкция, да, можно понимать, потом искать свои симптомы. Так. То есть истощение – это следствие, следствие какого-то перенапряжения. Это уже, мы говорим о причинах, поэтому фирменологически просто описано. Хорошо, а как понять-то, вот что? Вот я хожу каждый день на работу, в какой-то момент прихожу домой, говорю, все, держаться больше нету сил, все нехорошие люди, я сама нехороший человек. Да. Это оно или это… То есть, если мы говорим о хроническом стрессе, то это ситуация, когда вы приходите на работу и уже уставшие. То есть вы не устаете к концу дня, к концу дня вы просто падаете, а вы уже приходите не отдохнувшие. Так у нас так полстраны живет? Да, у нас полстраны в хроническом стрессе. Ага. И хорошо. А вот профессиональное выгорание – это в каком… Выгорание заключается уже в наборе по отношению к этому феномену истощения, в наборе последствий. То есть это повышенная чувствительность к разным раздражителям, поэтому повышенная и раздражительность в связи с этим. Ну, предметность, давайте, мы истерить начинаем, срываться. На коллегах, на тех, кто пришел. Ну, если это мы берем врачей, то врачи срываются на пациентах. Пациенты… А это второй уже набор симптомов, второй рукав этого синдрома. Это дегуманизация и деперсонализация. А по-простому? Дегуманизация означает, что по-человечески уже не относится врач к тому, кто к нему пришел. Ну, как в регистратуре. Пришел человек, пришел гастрит, пришел инфаркт, пришла истеричка. То есть клише, некие клеймо, такие лейблы, которые наклеиваются на людей. То есть дегуманизация заключается в том, что любой специалист в профессии человек-человек в этом взаимодействии перестает видеть человека в том, кто пришел к нему, в том, с кем он взаимодействует. Дегуманизация в этом заключается. И деперсонализация – это отсутствие вот этого личностного контакта, потому что человек, выгоревший, уже не имеет на него ресурса. Для него это болезненно. Он начинает защищаться от этого. Он защищается избеганием. Например, человек опаздывает на работу. Это поведенческие такие нарушения. Но он при этом и позднее уходит с работы, как японцы. Они просто отползают от работы совсем недалеко, там падают, ночуют и возвращаются обратно. Вы описываете такую стандартную историю. Почитайте симптомы бернаута. Вы увидите все, как Джером, Клапка Джером писал. Все, кроме родильной горячки, может быть, узнает у себя мужчина. Поэтому это все общие описания, феноменологические, которые легко найти у себя. Поэтому суть этого синдрома не отражена в этих феноменах. Это просто набор симптомов. Вот в чем проблема. Поэтому и будет проблема у человека с тем, что же делать в связи с этим. А давайте сейчас с вопросом, что делать. Давайте вот к Алексею, да. Что делаете в такой ситуации? Ну, если мы берем занятие спортом, спорт не поможет вылечиться в случае, если уже есть действительно синдром выгорания. Но спорт поможет это предотвратить, если... Профилактика. Конечно. То есть в этом графике, чудесно описанном Дмитрием, надо найти еще регулярные пару часов в день, ну, хорошо, хотя бы пару-тройку раз в неделю, на поход в зал. Это не усугубит медицинского свойства проблему? Суть в том, что мы рассматриваем спорт как фитнес. Фитнес пропагандирует не только само занятие спортом, также правильное питание, стабильный сон, различные занятия спортом, что это уже будет вызывать какой-то новый интерес, новые эмоции, новые гормоны. Нет, все классно, и на то, и на другое нужно время. Опять же, слушая вас, дорогой доктор, я поняла, что человек много времени тратит на свои служебные дела, излишне много этим занимается. Предположить, что в этом графике человек, который уже на грани, скажем так, найдет еще раз несколько часов на зал, я не во всех случаях смогу. В некоторых случаях люди как раз видят в этом спасение, потому что если они вводят это в график, как систему, то у них есть система выплеска их переживаний, чтобы котел не треснул, нужен выпускной клапан. Хорошо, пришел человек в зал, нашел это время, и... Человек берет тренера. Да. Вот, ну и, конечно, человеку сразу расписывается программа тренировок, программа питания, исходя из того, что человек хочет, исходя из того, что человек хочет, в конце концов, увидеть. Ну, увидеть, что... Вот, когда вы говорите, увидеть, вы сейчас про рельеф с бицухой или что? Да нет, в принципе, люди приходят в зал, чтобы стать лучше. И бицепс, и рельеф – это не единственное определение. Люди хотят стать более гибкими, более выносливыми, сильнее. Так что вариантов масса. И в любом случае люди все хотят как-то улучшить свое тело. Это тоже, мне кажется, ну, опять же, ориентируясь, если на модные журналы, вот эта вот страсть к залу, я имею в виду людей, которые находятся в постоянной гонке, если это не связано с какими-то профессиональными моментами, да, поддержания себя в определенной форме, то это тоже определенная мода, которая, как мне кажется, временами тоже имеет корни как раз психологии. Да, если мы говорим о психологии, то в психологии есть понятие компенсаторная стратегия. То есть это компенсация, а не решение в некоторых случаях. Поэтому мир аддикции очень широк. Это не обязательно будет зависимость от психоактивных веществ. Зависеть можно от чего угодно, от еды, от общения, в том числе и от тренажерного зала. Поэтому это вопрос осознанности. Если это осознанный выбор, то это как инструмент. Вы можете им пользоваться качественно. Если он неосознанный, то из любого инструмента можно сделать еще одну волну выгорания. То есть вы будете пахать, но не будете от этого получать ни удовлетворения, ни результатов. Поэтому это вопрос, решает ли человек таким образом свои проблемы или компенсирует. Поэтому в некоторых случаях занятие спортом – это благо. Но в некоторых случаях это может быть компенсация. Вы согласны? На самом деле, да. Ну, прийти к спорту – это должен быть осознанный выбор, а не то, что вот-вот мне сказали, что это поможет. Нет, надо захотеть. Ну, давайте тогда в подробностях конкретно этого синдрома профессионального выгорания, о том, как, собственно, можно с этой ситуацией справиться. Это, наверное, самое важное. Поговорим буквально через пару минут после рекламы. Итак, продолжаем обсуждать, что же такое синдром профессионального выгорания, как с этим бороться. Но давайте все-таки еще раз уточним, чем синдром эмоционального выгорания отличается от депрессии или просто усталости? Просто усталость снимается отдыхом. Если вы скопали грядки у себя на фазенде, то вы удовлетворены и утром просыпаетесь с хорошим настроением. Даже несмотря на то, что у вас болят мышцы. То же самое любая другая физическая деятельность. То есть показатель настроения наше, да, позитив? Да. Показатель наше общее состояние. Оно может быть гармоничным, функциональным, или негармоничным, дисфункциональным. Когда нам плохо живется и работает, если уж совсем упрощать предельно. Получается, что обычная усталость может быть решена за счет выходных или отпуска. А вот остыния, упадок сил, не может быть решена таким образом. Потому что у нее есть причина, которая отдыхом не снимается. Теперь вопрос. Депрессия. Равно, знак равенства готова ставить между депрессией и вот этим синдромом эмоционального выгорания? Не совсем. Депрессия – это диагноз. И эмоциональное выгорание может привести к депрессии. Может привести к тревожному расстройству и одновременно депрессии. Может привести только к чему-то из этих двух вариантов. Обычно так и происходит. Поэтому выгорая, человек скатывается к депрессии, скатывается к тревоге, скатывается к психосоматическим расстройствам. Ну, то есть, грубо говоря, если вовремя не тормознуться, например, в зале, то перспектива, она может быть не очень хороша. Да. Давайте все-таки еще раз. Вот мне интересно. Зал. Да, мы говорим, вот у нас в студии фитнес-тренер. Мы понимаем, что зал, любой фитнес в данном случае нам в помощь. Почему? Вот я все от вас жду какого-то практического подхода. Человек должен отдыхать телом и душой в зале. И обязательно должен быть тренер, который почувствует нужный момент и почувствует настроение человека. Человек скажет, не надо тебе тягать веса, поваляйся в часочек савани, поплавай в бассейне, отлежись в джакузи. Или пойдем потянемся, или давай займемся йогой, чтобы человек отдохнул именно телом, да, чтобы сбросить вот эту усталость, чтобы... И голову переключил, наверное, так, потому что когда ты, в общем, занимаешься... Чтобы была смена деятельности. Вот, вот, да. И, кстати говоря, вот те нормативы, которые сейчас дают тренеры, я понимаю, что у нас сейчас, чтобы получить право работать тренером в фитнес-клубе, нужно сдавать, получать лицензию и так далее. Вы какие-то моменты, связанные с психологией, проходите в курс? Конечно, у меня был курс психологии прежде, чем... То есть вам объясняют, в том числе, вот в этих нормативных часах, вам объясняют, что делать с уставшими? Да, у нас были такие темы. Да, это прям такая научная история, научный подход. Вот. Ну, вам дают знания, с которыми вы уже выходите в зал и понимаете, что, в общем, если пришел представитель, там, офисного планктона, как принято говорить, да, то тут вот так. Если, там, человек еще в какой-то рабочей явной ситуации, в которой, хочешь не хочешь, с тренером общаешься, обсуждаешь что-то, да, что делать в этой ситуации? Ну, то есть как-то вам вас учат? На самом деле, очень поверхностно. Все остальное приходит на практику. Практика, да? Да. Хорошо. Вот смотрите, успешные люди, очень часто мы говорим об успешных людях, да, не готовы признаваться окружающим, что что-то в их жизни идет не так. Ну, в лучшем случае, так вот в зале с тренером перекинуться, но есть такая история, что чем успешнее человек, тем ему сложнее быть с собой честным. И признавать свои слабости. Дальше замкнутый круг. Я думаю, что то, что я сейчас описала, типичная ситуация. Я не права? Ну, что трактовать под термином успешность? Если использовать сегодняшнее общество потребления, где необходима самопрезентация в Инстаграме, в соцсетях, то, конечно, успешность – это форма. Это всего лишь внешний облик, некая маска, которая надевается иногда на очень уставшее лицо и тело. Поэтому, конечно, человек может дышать уже как собака, язык на плече, но всем демонстрировать некую успешность. Поэтому успешность – это просто тренд продажи себя, самопозиционирование такое. Поэтому слово «успешность» – в чем она заключается, эта успешность? В экономических показателях, там, счетов в банке. Ну, это мы сейчас с вами, знаете, глубоко копнули. Безусловно, успешность – это наше внутреннее мнение по отношению к самим себе, как мы думаем, как мы выглядим в глазах окружающих. И может быть, основной причиной того, что человек сгорит дотла, потому что у него будет инфаркт миокарда за счет его успешности и стремления к этой успешности, потому что он не сможет остановить эту гонку. Ну, давайте так, сейчас время такое, технологии новые, ничего назад двигаться не будет. Все валим вперед, все и гурьбой, эй-эй-эй. У нас, ну, вот сидим такие умные здесь в студии, у каждого из нас наверняка страничка в Инстаграме, в сетях. И если мы посмотрим те фотки, которые мы туда выкладываем… Это и есть форма. Никто из нас там не будет… Да, ну, никто же не выкладывает упавший, ты там валяешься. Конечно. Поэтому эта форма как витрина, это попытка самопрезентации. Насколько она имеет отношение к содержанию, к внутреннему состоянию самочувствия человека. Поэтому стоит различать успешность как самопрезентация и некое гармоничное состояние. Ну, это вы как доктор, вы как специалист различаете, а обыватель, он вот пошел к своему вектору. Да, но язык на плече подскажет, что если тебе тяжело дышаться, если ты еле ползешь, может быть, ты не туда ползешь. Смотрите, главный лайфхак сегодняшней беседы, я хочу какую-то практическую пользу. Если ты понимаешь, что дышать и держаться, как это, в известном мультике, держаться больше нету сил, да, мы в этот момент, это нормально, остановиться, замереть и осознать, что происходит. Если сейчас в моменте оказаться и осознать, а как я дошел до жизни такой. Потому что если ты будешь поддерживать такую жизнедеятельность, то закономерно эти результаты будут накапливаться. Это и есть выгорание. То есть выгорание и выглядит вот таким образом. Внешний человек может быть успешный, улыбающаяся депрессия может быть. Это стандартная ситуация, конечно. Слушайте, в вашем случае, вот вы занимаетесь любимым делом, у вас любимая работа? Да, мне это нравится. Как много лет вы практикуете? Ну, во-первых, я с детства, 6 лет занимаюсь спортом, я профессионально занимался борьбой. Ну, как тренер, сколько лет? Ну, плюс-минус. Около трех. Около трех. Вот прошло ближайшие 20 лет, и чудесный Алексей говорит, не могу я эту качалку видеть в жизни. Может такое быть? Всякое в жизни бывает. Я к чему? Очень частая ситуация, когда, казалось бы, любимая работа, которая всю жизнь радовала, тащила вперед, давала эмоции, позитив, новые ступенечки, все хорошо. Хорошо. И вот, казалось бы, любимая работа перестает радовать, и более того, начинает выжигать. Да, именно в этом и заключается профессиональное выгорание. То есть, когда то, что вы выбрали в силу своего интереса, в силу своего стремления к чему-то, перестает это вас и удовлетворять, и радовать, и наполнять, а наоборот, истощает. Поэтому и важно увидеть, а какие факторы на это влияют. Если человек перфекционист, например, то он обязательно сгорит, потому что он не может каждый раз делать идеально. А если он требует от себя, он будет перенапрягаться, у него не будет ни отдыха, ни расслабления, ни принятия настоящего момента. И обесценивание, это третий набор. Слушайте, но с другой стороны, вот я все хочу вас как-то подключить, да, но когда ты занимаешься, значит, ты в любом случае стоишь перед собой задачи, ты от себя требуешь, ты, в общем, тоже нелегко получаешь результат. Конечно, но есть прогресс, есть то, что радует, в общем дело. Так и в работе, казалось бы. Нет, так правило исчезает, прошу прощения, я сейчас перебью. Одну вещь просто, чтобы и зрителям, и вам стало понятно, что исчезает-то на самом деле при синдроме выгорания, что ключевое, ценности, смыслы, цели и задачи. Когда вы понимаете для чего, как сказал Ницше, вы можете выдержать любое как, если понимаете зачем, если понимаете для чего. Вот, вот это ключевой момент, да, мы вас перебили. Все уже сказано до меня. Ну ладно, во-первых, не все хорошо, а вот эти ценности-то в зале можно вернуть? То есть, вот на ваш вкус, на ваш опыт, все-таки идти в такой ситуации к вам за мотивацией или к доктору? Лучше сначала к доктору. То есть это такая искусственная дихотомия. Понятно, что мы сейчас как с двух точек зрения обсуждаем. Но человек это и биологическая машина, с одной стороны, и ему нужно уметь обращаться с этой своей машиной, частью биологической, и находить в этом гармонию тоже. И с другой стороны, это психическая функция, и ее тоже требуется гармонизировать. И не нужно сталкивать психику и тело. Мы едины, целостны. И как раз за счет разных вот этих компонентов мы можем прийти к гармоничному состоянию. Но важно именно осознавать, чтобы это не только выпускной клапан был, а чтобы человек умел переключаться действительно от своих рабочих задач и не тащить, как врач, снимая халат, домой диагнозы болезни пациентов, чтобы, приходя в зал или в лес... А сейчас в зал? Если не домой, то к вам, да? Там и разгрузка, но с другой стороны, там другие уже смыслы, другие цели и задачи. Если мы начинаем смешивать, мы теряем и то, и другое. Да. Что-то хотели сказать, Алексей, да, по поводу, ну вот к вам-то тащить это все нужно в зал или... Нужно. Но надо понимать, что спорт и фитнес не есть лечение. Это может быть профилактикой. Ну, то, с чего мы начали, да, до того, как, все-таки, да, это обязательная опция. Давайте сейчас узнаем, что у нас в это время происходило в социальных сетях и как проголосовали зрители. А за что голосовали? А, вот сейчас вам напомню, да, мы просили, мы просили, да, у зрителей высказать, когда-нибудь вы испытывали эмоциональное выгорание? Спросили мы в группе ЛЕНТВ24 в ВКонтакте. Вот смотрите, как зрители отвечают в наших соцсетях. Да, не понаслышке знаю, что это такое. 64%. То есть 64% глубоко образованы в смысле вот этих вот расстройств и симптомов. Да, да, но я быстро пришел, пришла в себя, 22%. И третий ответ, нет, я всегда буду держать себя в руках, 13%. То есть о чем нам это говорит статистика? О том, что люди не стесняются обращаться к психологам, потому что, на мой взгляд, без участия специалистов в твоей жизни, узнать, что у тебя именно синдром профессионального выгорания просто невозможно. Как же загуглить симптомы? А, вы практикуете. Любимое развлечение населения. Ну, мне казалось, что сейчас такой выбор специалистов, что, может быть, от этой пагубной практики уже можно и отойти. Большая лечения никто не отменял. Большая лечебная энциклопедия, конечно, в помощь. Да. Итак, вы как это оцениваете? Что народ, в общем, 64% обращался к врачам? Ну, по крайней мере, народ в курсе. Он осознает, что это проблема. Кто-то рационализирует. Та часть, которая говорит, что это выдумки. Может быть, слово неподходящее или незнакомое. Но само состояние оно есть. Его сложно отрицать, потому что люди с ним сталкиваются. Но иногда они защищаются от этого столкновения рационализацией. Они вытесняют, отрицают, игнорируют. А игнорировать проблему не самое лучшее, что можно сделать. Я к тому, что действительно, хорошо, что есть разные возможности от и до. Начиная, безусловно, от возможности интернета, заканчивая от доступности психолога, который, если тебе не хорошо, просто объяснит, что с тобой происходит. А дальше, возможно, уже различные пути решения. Вот, знаете, мне очень интересно, как проголосовали наши телезрители, которые звонили в эфир. Потому что до этого мы с вами обсуждали статистику в интернете голосования в группе ЛЕН-ТВ-24 ВКонтакте. Так вот, мне редакторы подсказывают, результаты телефонного голосования такие. Мы спросили вас, стоит ли включать медицинскую помощь пострадавшим от эмоционального выгорания в систему ОМС. И 40%, 40% вас ответило, да, надо. Да, так, пардон, это я сейчас наврала, 60% сказала, да, надо. И 40% сказала, нет, не нужно включать это в ОМС. Ну, мнения разделились. Времени для голосования телефонов, безусловно, было немного. Но, в принципе, мы ждем от страховки, мне кажется, лишнего, на мой взгляд. Вы с этим согласны? Сейчас международную классификацию все больше посвящают и времени, и силы этому вопросу. И в новом пересмотре уже 11-м международной классификации болезней уже есть место даже синдрома профессионального выгорания. Ну, то есть нашим страховщикам стоит задуматься о том, чтобы в страховом полисе внести, прописать отдельно и этот пункт. Да, это скорее вопрос будущего, потому что иначе половину населения придется сажать на больничные. Вряд ли страховщики за это будут голосовать. Да? Да. И? Ну, есть смысл действительно помочь людям, которые уже в серьезной степени выгорания. Попали в эту ситуацию. Спасибо, что, по крайней мере, пришли поговорить об этом. Посмотрим, жизнь покажет, как все будет развиваться дальше. Ну, и желаю, в общем, не выгорать ни на чем, а уж тем более на работе. Я благодарю моих собеседников. В студии «Один Лентовый 24» были психотерапевт Дмитрий Кавпак и фитнес-тренер Алексей Агеев. Мы говорили о том, как выжить, если совсем нет сил. Меня зовут Александр Ковжаровский. Я не прощаюсь. Через пару часов мы отметим полувековой юбилей спортивного ориентирования в Ленинградской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова